Всем привет! С вами Игорь! И сегодня мы поговорим, как вы уже поняли, наверное, из картинки, из главного названия видео, о разных альтернативных источниках энергии, которые я делал, и целесообразности их собственного изготовления, самодельного или лучше купить. Вот такие нюансы есть, потому что не везде все однозначно так, что там лучше все самому, или лучше есть то, что лучше самому сделать, а есть то, что лучше купить. Все-таки, все-таки, как-то не странно. Вот. И начнем мы, ну, тоже еще хочу оговориться сразу, вот это вот мое мнение, оно чисто в моих обстоятельствах, с моими актуально финансовыми возможностями, вот, как я, как средний, так сказать, среднестатистический человек, средними заработками, вот я вот так вот думаю. У того, у кого там больше денег, он может все себе купить просто, или заказать под ключ, установку там, и без всяких проблем. Но я рассматриваю ситуацию именно с моей точки зрения, в моих обстоятельствах, тех, в которых я живу, и с моими финансовыми возможностями. И думаю, что меня люди тоже такие смотрят, не олигархи, которые все могут заказать и купить, и под ключ, а вот так вот тоже стараются делать более-менее сами. Итак, начнем. Начнем с солнечной электростанции. Я когда начинал только заниматься альтернативой, это год 7-8 лет назад, примерно первый мой источник альтернативной энергии, это был ветрогенератор. Но тогда же я и заинтересовался и солнечными панелями. Залез в интернет, посмотрел цену, и сразу понял, что я это не потяну. Не потяну финансово. На то время я от этого солнечной электростанции на время отказался и стал строить ветряк. Буквально 2 года назад я опять, примерно 2 года, опять посмотрел цены на электростанцию солнечные, панели, оценил свои финансовые возможности и понял, что я это могу сделать. Поэтому начал заниматься именно солнечными электростанциями, начал это продвигать дело. Ну, насчет солнечной электростанции. Раньше вот я смотрел, там видел, в ютубе делали много-много самодельных, даже панелей, даже панелей самодельных, там клеили вот эти, заказывали элементы квадратные из Китая, кремниевые, там дома клеили какие-то стекло, но это не то, это все, товарищи, не то, это совсем не то. Это, я бы так посмотрел, это очень геморройно, и результат, результат довольно-таки совсем-совсем не очень. Даже заводская плохая панель, некачественная такая, дешевая, она лучше работает, чем самодельная. Ну, это естественно, стекло не то. Там идет каленое специальное антибликовое стекло, которое пропускает там максимум ультрафиолета и все такое. Где мы такое возьмем стекло самодельщики? Оконное стекло это совершенно не то, совсем не то. Плюс другие материалы, вот эти вот пузырьки, ну, короче, там технология такая. Вот, ну, на сегодняшний день я уже вижу, практически никто не делает самодельные солнечные панели. Вот, это уже совершенно, вот, сегодня видео выходит у меня 21 год, лето 21 года, ну, это совершенно нецелесообразно, клеить вот эти вот панели самому. Это вообще, вообще, ну, кто-то там, я еще видел, клеит на просторах Ютуба единицы, можно сказать, но это совершенно невыгодно. Вот, поэтому панели лучше купить готовые, заводские. Особенно у нас в Украине сейчас цены довольно-таки адекватные. Ну, я брал под таким ценами, я не знаю, может, сейчас подорожали, я уже полгода примерно не интересовался, но, по-моему, их все равно, ну, недорого. Ну, там, в России они дороже, в Украине дешевле, ну, это такое уже дело. Но все равно я не вижу целесообразности никакой вот этой вот самодельной поклейки солнечной панели. Совсем не вижу. Вот, ну, это, не, не, лучше не надо. Вот, с панели лучше купить самому. Купить заводские, готовые, все. Что же лучше сделать самому? Самому лучше все это поставить. Инсталляция, вот эта вот установка, прикрепление, вот это все лучше, дешевле делать самому в солнечной электростанции. Вот, потому что я так прикидывал, подсчитывал на креплении, и только на креплении, можно сэкономить огромную кучу денег. А если вы еще закажете все под ключ, то есть вам приедут и панели поставят со своими креплениями, панелями, инвертор повесят вам, ну, повесят и подключат. Там ничего особенно подключать-то и нечего. Вот, все это подсоединяет, все там, во, все работает. То они возьмут очень большие деньги, это может быть даже и 20, и 30 процентов, точно я не знаю. Но это довольно значительные деньги от суммы всей электростанции, может быть даже и 20-30 процентов. Точно не знаю, пишите, кто вот так вот заказывал все под ключ, то знаете, там, да, насколько это дороже. Поэтому панели делать не надо, вы вот такой, да, самодельные, лучше их купить заводские, а вот инсталляция, установка, все это подключение, лучше сделать самому. Плюс крепление, там тоже крепление, вот это вот заводское, я не вижу в нем смысла никакого. Обычная квадратная труба, там, или, некоторые даже на дереве ставят, на брусочках, и то оно все работает, все нормально. Обычные болтики, не специальные, там, все, ну, шпильки, я это все показывал, кстати, как я делал свою солнечную электростанцию, и крепил на крыша, и трекер, все это получается достаточно дешево, экономно. Вот, вот такое вот мое мнение, мое мнение, еще раз повторюсь, по солнечной электростанции, такой можно сделать вывод, что лучше панели не клеить, панели заводские, а установить все, закрепить, смонтировать, лучше все самому, это будет намного вам экономнее, и дешевле. Тем более, что можно самими даже панелями пользоваться, кто первый раз зашел на мое видео, смотрите, у меня там, я оставлю ссылки на плейлисты, у меня вообще сейчас солнечная электростанция работает без инвертора, без АКБ, напрямую на активные нагрузки, отопление, бойлер, электроплитка, что там, чайник, ну, такие вот нагрузки, пока что. У меня это вполне устраивает, даже сейчас, очень даже нормально, так экономно, и все такое. Дальше переходим, тепловой насос, закрыли мы солнечную электростанцию, тепловой насос, ну, тепловой насос, я вам скажу, тоже однозначно лучше сделать самому, я имею в виду, вот такой вот, как у меня, вода-вода, тепловой насос, его однозначно лучше сделать самому, про кондиционер я сейчас не говорю, кондиционер купили себе там, какой-нибудь, и включайте, его кондиционер делать не выгодно, а вот тепловой насос, переделывать кондиционеры под тепловой насос, там тоже очень много подводных камней и геморроя так что лучше на мой взгляд лучше купить все составные части теплового насоса там ротационный компрессор или выберите там спиральный компрессор он более дорогой у меня по этой теме тоже есть плейлист смотрите там выбирайте себе новый компрессор кстати на компрессоре не надо экономить берите сразу новый компрессор он там дорого не стоит там ротационный компрессор обычный кондиционерный около 100 долларов что там экономить еще зачем брать бэушный компрессор там есть такие люди что берут бэушные компрессора и хотят делать там делают тепловые насосы ну зачем экономия там незначительная но вы делаете свое отопление на годы вперед то уже лучше ее сделать переплатить каких-то там несколько сотен гривен там пускай тысячу но сделать ее по-людски так сказать нормально надежно с новым компрессором новым маслом этот старый бэушный компрессор непонятно почему его сняли во-первых понимаете ну ставить бэушный компрессор ну я не вижу в этом никакой смысла это такая экономия как говорится бессмысленная экономия неправильная экономия вот лучше возьмите новый компрессор он недорого стоит тем более ротационный новую медь которую там промывать с бэушного компрессора это надо масло сливать промывать его а если там работал 410-й фреон или вот эти вот все что на синтетических маслах работают это масло впитывает влагу с воздуха превращается в кислоту это надо вообще промывать сливать очень тщательно это масло уже испортившееся которое воздух охлебнуло вот короче не советую только новый компрессор до теплового насоса ну медь, трубы я там не знаю может можно и от кондиционера использовать ну у кого есть конечно кондиционер он там валяется он рабочий вы знаете какой он там все такое там что там все рабочее все нормально то можете да взять многие детали с него а покупать бэушный кондиционер чтобы переделать его на тепловой насос я не вижу этого смысла лучше купить все эти детали новые и собрать себе тепловой насос экономия будет очень значительная если там по сравнению с солнечной электростанцией самодельная вот эта вся инсталляция там 20-30% мы экономим то в случае с тепловым насосом мы там в разы разы просто в разы экономим деньги заводские тепловые насосы очень дорогие особенно вот этих вот таких брендов именитых там НИБ ДАНФОС европейских то там такие цены заоблачные просто поэтому тепловой насос вода вода однозначно однозначно лучше сделать самому и вы будете его знать как его поремонтировать как он работает на пальцах все когда вы сами соберете не так будете подходить к нему какому-то незнакомому агрегату боясь там нажать на какую-то кнопочку сами сделали сами ремонтируете все работает прекрасно вы не боитесь за него там что-то поломается в случае чего там он простой будет надежный и все все короче тепловой насос вода вода однозначно такой как у меня вот сделать самому это без всяких вопросов выгодно и есть смысл целесообразно в этом дальше закрыли тепловой насос солнечный коллектор ну воздушный солнечный коллектор как у меня тоже смотрите плейлисты у меня есть я оставлю в конце видео и ссылку в описании на плейлисты по коллег по всей альтернативе солнечный коллектор это вообще просто ящик под каким-то прозрачным материалом кто стекло ставит кто поликарбонат утепленный сзади и вентилятор все там ну покупать а цена кстати на заводские солнечные коллектора или водяные или воздушные там ого-го я вам скажу ого-го там очень значительная цена вот хотя я тоже опять же не вижу за что они берут такие деньги это тоже все равно тем не менее тот же самый ящик ну пускай там более аккуратно сделанный с металла там лучше может быть загерметизированный и все такое внутри с панелькой солнечной типа он автономный и все такое ну я все равно не вижу смысла за него отдавать такие деньги поэтому солнечный коллектор особенно воздушный лучше сделать самому это просто эффективно можете смотреть мои видео там по эффективности я показываю как он зимой работает все и целесообразно я же говорю сделать самому вентилятор конечно коллектора не стоит делать самому ну сейчас наверное кто-то там улыбается думает а кто же делает вентилятор я не видел кстати видел в ютубе видео там тоже делал человек солнечный коллектор и он сам делал вентилятор но это был первый его вентилятор самодельный там такая коробка какой-то моторчик от стиралки или от чего там какие-то лопасти он вырезал но он так шумел вибридировал что он его просто снял там через какое-то время и поставил нормальный обычный заводской вентилятор вот металлический вентовский по-моему ну такие из дорогих вот и все и перестали его мучения там закончились самодельным вентилятором вот так что самодельный вентилятор делать не надо а вот коллектор да коллектор самодельный солнечный или водяной или воздушный имеет смысл делать тоже экономия значительная хуже он работать не будет он не будет так же само как и солнечная электростанция хуже работать не будет от того что вы сами сделаете Или тот же самый тепловой насос. То, что он самодельный или заводской, от этого не зависит его эффективность или этот коэффициент эффективности. Это зависит от других причин, например, в тепловом насосе. Но это уже другая тема. Смотрите, от чего зависит коп и все такое. Так что насчет коллектора солнечного тоже однозначно я советую всем делать самому, без вопросов. Это выгодно, это целесообразно и это рационально использовать так свои денежки. Ветрогенератор. Ну вот насчет ветрогенератора не все так однозначно. Думаю, что маленькие ветряки, ну там такие крылья до метра, ну там до, например, до трех метров в диаметре. Ну тут тоже, конечно, каждый оценивает свои возможности сам. Но до какого-то диаметра, может быть, я согласен, что его выгодно или целесообразно делать самому. После какого-то диаметра, ну после трех, например, метров или двух с половиной, как сам за себя, я же говорю, каждый оценит свои возможности, его уже, наверное, не выгодно делать самому. Потому что если посчитать вот это все, изготовление вручную вот этих всех очень сложных узлов, поворотные механизмы, генератор, крылья, какое-то наведение, хвосты, то мне кажется, что из таких достаточно мощных ветряков уже, ну вот какого-то диаметра, уже лучше его купить. Лучше купить с гарантией, поставить и забыть. И все. И он будет работать вам себе, крутиться. Люди уже имеют опыт какой-то в этом деле. Уже имеют матрицы под какие-то крылья. Самому клеить вот эти вот крылья с эпоксидки, хотя я за крылья зацинковки, ну кто захочет, ну я не вижу этого смысла ради трех крыльев, вот эти матрицы изготавливать это все, играться с этими эпоксидками. Лучше уже зацинковки сделать, ну оцинковки свои тоже особенности, но мне кажется, что для самодельщика самые лучшие крылья. Поэтому вот насчет витрогенератора, вот такое вот мое мнение, что до определенного диаметра, там с кого-то автогенератора, его сделать, там или уже с какого-то маленького готового генератора, мотор-колеса, например. Есть смысл, может быть, может быть тоже каждый оценивает свои способности и возможности сам. Есть смысл сделать самому. А уже более крупные от какого-то диаметра и больше, то уже, наверное, лучше его просто купить. Вот, готовый, с гарантией, я же говорю, поставить и забыть. Ну что, витрогенератор, вот я по своему опыту, все это я рассказываю не просто по настышке, у меня эта вся альтернатива есть. И по своему опыту сделать сразу, с первого раза совершенный витряк, который не надо будет потом сто раз переделывать, это вообще нереально. Это сто процентов нереально. Вот, даже у тех, кто уже давно их делает, какие-то есть ошибки, промахи и что-то они постоянно улучшают. А вот с первого раза, ну никак. И это вам будет такой головоломка такая, конструктор на всю оставшуюся жизнь, этот самодельный витряк. Поэтому, наверное, лучше витряк от какого-то диаметра, если, конечно, хотите, там, сам процесс вам интересен, то да, там, позаниматься, что-то покрутить, какие-то магнитики поклеить. О, ну если вам надо энергия просто, то лучше, наверное, витряк от какого-то диаметра или сразу даже из маленького диаметра купить, поставить и забыть. Ну, хорошие, нормальные витряки, конечно, я не говорю, там, какие-то китайские, там, с заявленными характеристиками заоблачными. А у нас даже в Украине делают нормальные витряки, мир ветра. В Харькове, там, достаточно достойные агрегаты и все такое. Ну, надежные, я считаю, у них витряки. Вот, так что, ну, вот как-то так оно получается. Вот, с этой всей альтернативой. Смотрите, я сейчас оставлю, тут должно где-то возникнуть вся моя альтернатива плейлисты. Переходите, смотрите, как я это все делал, мой опыт. Ну, вот такое вот мое мнение, мое личное, еще раз повторю мнение, в моих обстоятельствах, с моими доходами, про всю эту альтернативу, что лучше сделать, а что лучше купить. Пишите в своих комментариях, тут, под видео, как вы думаете. Людям будет полезно, новичкам, кто хочет заниматься этим, чтобы наступать не эти грабли, и сразу принять правильное решение насчет всей альтернативы. Ладненько, всем пока, до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok